Это наша комната. Мы каждый год приезжаем к Луку. Нам очень нравится. Лене Лешко 31 год. Она живет в Столине и посещает отделение дневного пребывания для людей с инвалидностью при территориальном центре социального обслуживания населения. Раз в год она и ее друзья по досугу изменяют привычному жизненному укладу и на целую неделю уезжают за 17 километров от райцентра в деревню Лука. Именно здесь, на базе выкупленного 7 лет назад здания бывшей сельской школы, с 2018 года действует лагерь для людей с особенностями. Честно говоря, нам нравится жить в этой комнате. В этот раз мы занимаемся разными подделками. Вот вчера мы делали из глиной. Потом мы каждый день делаем свечки. Сегодня у нас мастер-класс будет по куклам. В этой комнате живут девочки. За стеной ребята. У них еще не так уютно. Условия спартанские. Ведь параллельно ведется строительство и благоустройство здания и территорий вокруг. Мне тут очень нравится. Тут у нас подъем в 8. Мы поднимаемся. Зарядка. И мы идем на завтрак. А после завтрака идем в мастер-класс. Инициатива создания лагеря для людей с инвалидностью принадлежит Центру поддержки молодых инвалидов. Это Столинское общественное объединение, которое благодаря спонсорам помогает людям с особенностями здоровья в самореализации и организации досуга. Лично для меня. Мне кажется, это еще больше самореализация. Мы тут помогали и посуду мыли. Я думаю, что стало самостоятельно. Стараемся друг другу помогать. Мы с ребятами очень дружными. Вместе с представителями центра и волонтерами в течение всей смены за ребятами присматривают специалисты территориального центра социального обслуживания населения. Ждут каждый год, когда лагерь. Не могут дождаться. А в этом году таким вообще повезло. Каждый день мастер-классы. Это для них что-то новое. Благодаря партнерству с Брестской общественной организацией «Инвалиды среда» в этом году смена в лагере особенная. В прошлом году организация выиграла международный гуманитарный грант на сумму 25 тысяч долларов. Это дало возможность реализации в Столинском районе проекта «Инклюзивная школа керамики и производства свечей». Специально для этого было закуплено оборудование, приглашены преподаватели и ремесленники. В этот раз ребята научились делать куклы-обереги. Этот год вообще у нас с этими детьми очень плодотворный. Почему? Потому что и посещает наш музей, и, конечно же, приглашает на такие мастер-классы. До того, как центр обзавелся собственной базой, необычный лагерь базировался в Бережном. Практика собирать молодых инвалидов началась еще в 2009 году с международного проекта «Театр под открытым небом». Он был ежегодным и действовал вплоть до пандемии. Свою работу лагерь возобновил в прошлом году, а в этом расширил программу. Чтобы как можно больше ребят было охвачено полезной деятельностью, организаторы предусмотрели проведение двух смен.